Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 28 июня, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Григория, Лазаря, Фёдора, Августина. Мир и благословение Божье, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня также Святая Церковь вспоминает святителя Иону, митрополита Московского, и всей России чудотворца. Родился святой в городе Галичи в благочестивой христианской семье. Отца будущего святителя звали Фёдором. В 12-летнем возрасте юноша принял постриг в одном из галических монастырей, откуда перешел в московский Симонов монастырь, где много лет исполнял различные послушания. Однажды святитель Фотий, митрополит московский, посетил Симонов монастырь и после молебна, преподав благословение архимандриту и братья, пожелал благословить иноков, исполнявших послушания на монастырских работах. Когда он пришел в пекарню, то увидел уснувшего от многих трудов инока Иону. Правая рука утомленного инока была согнута в благословляющем жесте. Святитель Фотий просил не будить его, благословил спящего инока и пророчески предсказал присутствующим, что этот монах будет великим святителем русской церкви и многих наставит на путь спасения. Предсказание святителя исполнилось. Через несколько лет святитель Иона был поставлен епископом Рязани и Мурома. В 1431 году скончался святитель Фотий. Через пять лет после его смерти за добродетельную и святую жизнь митрополитом всероссийским был избран святитель Иона. Когда новоизбранный митрополит отправился к патриарху Иосифу в Константинополь, чтобы принять поставление на митрополию, то оказалось, что незадолго до того зломудренный Исидор по происхождению болгарин уже был посвящен на русскую митрополию. Недолго пробыв в Киеве и Москве, Исидор отправился на Флорентийский собор, где принял унию. Собор русских архиереев и духовенства низложил митрополита Исидора, и тот вынужден был тайно бежать в Рим, где умер в 1462 году. На всероссийскую митрополию единодушно был избран святитель Иона. Посвящение его по благословению Константинопольского патриарха Григория III впервые совершено русскими архиереями в Москве. 15 декабря 1448 года святитель Иона вступил на митрополию и с архипастерской ревностью стал утверждать благочестие среди посомых, словом и делом укрепляя православную веру в стране. И при своем высоком сане он по-прежнему не оставлял личных монашеских подвигов. За труды на благо Церкви Христова святитель Иона удостоился от Бога благодатного дара чудотворений прозорливости. В 1451 году татары неожиданно подступили к Москве, сожалея крестности и готовились к нападению на город. Митрополит Иона с клиром совершал крестный ход по стенам города со слезами моля Бога о спасении града и людей. Увидев престарелого монаха Антония, инока чудового монастыря, который отличался добродетельной жизнью, святитель Иона сказал, «Сын и брат мой Антоний, помолись милостивому Богу и причисти Богородице об избавлении города и всех православных христиан». Смиренный Антоний ответил, «Великий святитель, благодарим Бога и причисти его Матерь. Услышала она молитвы твои и умолила сына своего, город, и все православные христиане будут спасены по твоим молитвам. Враги скоро будут побеждены. Только мне одному суждено от Господа быть убитым врагами». Идва старец сказал это, как вражеская стрела пронзила его. Предсказание старца Антония сбылось. 2 июля, в праздник положения Ризы Престой Богородицы, в рядах татар произошло смятение, и они в неведомом страхе и ужасе обратились в бегство. Святитель Иона вскоре построил на своем дворе храм в честь положения Ризы Престой Богородицы в память избавления Москвы от врагов. Блаженная кончина святителя Ионы последовала в 1461 году. При гробе святителя стали совершаться многочисленные исцеления. В 1472 мощи святого митрополита Ионы были обретены нетленными и положены в Успенском соборе Кремля. Собор Русской Церкви 1547 года установил праздновать святителю Иону митрополиту Московскому особую память. В 1596 патриарх Иов установил празднование святителю Иони в соборе других московских святителей. На днях сотрудники Центра защиты материнства «Колыбель» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии отмечали свое 12-летие со дня основания. Так удивительно сложилось, что за 12 лет собралась группа единомышленников, сотрудников, которые несут свое служение на войне. Необъявленные войне нашим собственным детям. Они защищают нерожденных детей. Потому что человек начинается с момента зачатия. Не с момента рождения, как об этом декларирует современная медицина. Ну, точнее, с 24 недель, когда вроде как уже все сформировано. А с момента зачатия человеку от Бога дается душа, в ней отпечатлен образ Божий, совесть, способность любить, способность творить, бессмертие, разумность, словесность. А дальше человек растет уже только количественно, прибавляя. Причем на одной из недавних акций, проведенной Центром Материнства, посвященном спасению и сохранению жизни детей, называлась «Сохрани жизнь», которая проходила 1 июня в День защиты детей. На улицах города добровольцы раздавали информационные листовки и вместе с этим клали на руку встречным горожанам бобовое зернышко. Что это? Размер бобового зерна. Говорят, ну да, зерно. Да переверните. А на другой стороне был приклеен образ восьминедельного младенца, который уже имеет и ручки, и фактически сформирован телесно. Ну вот такой он маленький, как бобовое зернышко. Люди очень удивлялись, умилялись. А это тот срок, на котором допустимо прерывание жизни. И вот на этой войне сотрудниками Центра защиты материнства за 12 лет спасено несколько сот жизней. Представляете, живут где-то детки, младенцы, уже подростки, которых не должно было быть по замыслу их родителей. А вот они живы, радуются солнышку, смеются, радуют своих родителей. Прожитый год был достаточно непростой и по организационной деятельности, изменению состава, и по общественной. Как сказал руководитель Центра Борис, говорит, я впервые увидел, как телеканалы выстроились в очередь. Это произошло после того, как наша епархия посетила икона вифлеемских младенцев с частицей мощей святых мучеников и объехала многие-многие храмы. Ну и после этого это сдвинулся с мертвой точки интерес людей к сфере защиты жизни. И благодаря этому был снят телекомпанией Russian Today фильм о деятельности защиты материнства Колыбель, Центра. Фильм о сохранении жизни ребенка. Я вам очень рекомендую. Найдите, посмотрите, дорогие братья и сестры, фильм телекомпанией Russian Today о Центре защиты материнства Колыбель. О ее деятельности. Ну потому что всегда вдохновляет и дает возможность изменить свою жизнь, судьба человека, который находит в себе силы остановить грех. Ну потому что очень часто в этой жизни, к сожалению, мы встаем в ситуацию выбора. Или наши близкие оказываются в этой ситуации. И так важно, чтобы рядом в какие-то минуты или дни жизни нашелся человек, чтобы он смог подсказать, смог найти определенные инструменты для убеждения, что не надо делать этот страшный грех. Потому что потом всю жизнь он будет причинять боль и страдания как нереализованная возможность семейного счастья, счастья материнства, отцовства. И от того, насколько сильна вера, насколько сильны убеждения и любовь к человеку, зависит преодоление злобы и греха, убийства собственных детей. И помоги нам всем, Господь, быть внимательными в этой жизни, внимательными к жизни наших детей, наших будущих детей. И никогда, никогда не совершать страшных, непоправимых поступков. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok